Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Сегодня мы с вами продолжаем изучать и обобщать сложно сочиненные предложения. Итак, на прошлых уроках мы с вами познакомились со сложно сочиненными предложениями, с их основными группами по союзам, познакомились с расстановкой знаков припинания в сложно сочиненном предложении. Сегодня мы уже будем углублять наши знания и обобщать изученное. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – повторение по теме сложно сочиненные предложения. Ребята, вы, конечно, уже знаете, что сложно сочиненным предложением называется сложное предложение, части которого связаны интернационно и при помощи сочинительных союзов. В зависимости от того, какой сочинительный союз использован между частями сложно сочиненного предложения, мы говорим о том, что сложно сочиненные предложения делятся на две группы, как вы помните, на сложно сочиненные предложения с соединительными, с разделительными и с противительными союзами. Однако у нас может вызвать иногда сомнения то, является ли предложение сложным или союз сочинительный, как вы знаете, в данном случае связывает однородные члены предложения, так как сочинительные союзы, вы знаете, используются как при однородных членах, так и в сложно сочиненных предложениях, о которых вы уже узнали. Рассмотрим с вами предложение и определим, в каком случае союз сочинительный связывает однородные члены предложения и в каких случаях, то есть сочинительный союз связывает части сложного предложения. Рассмотрим первое предложение. «Всегда говори правду, и тебе дорога будет открыта». Обратите внимание опять на состав простых предложений. «Говори» – односоставное предложение, а вторая часть этого предложения – «дорога будет открыта». Сложное предложение, так как мы видим, что в этом предложении две грамматические основы. Части сложного предложения соединены с сочинительным союзом «и», в частности, союз «и» сочинительный, соединительный, и здесь мы видим, что он связывает два простых предложения. Это сложное предложение. «В доме лжеца пожар случится, но никто не поверит». Значит, основа предложения «пожар случится, и никто не поверит». Это тоже сложное предложение, части которого связаны противительным союзом «но». «Всяк правду трубит», да не «всяк правду любит». «Всяк трубит» и «всяк любит». Опять-таки обратите внимание, части сложного предложения, так как вы видите, что здесь две грамматические основы соединены с союзом «да», который используется здесь в значении противительного союза «но». Честь ум рождает, а бесчестие и последний отнимает. Честь рождает, бесчестие отнимает. Обратите внимание, опять-таки две основы грамматические связаны при помощи противительного союза «а». Итак, ребята, как мы видим, одни и те же союзы могут связывать как части сложносочиненного предложения, так и однородные члены. Это сочинительные союзы. Итак, ребята, мы с вами при постановке знаков припинания должны обратить обязательно внимание на строение предложения и на то, что связывает тот или иной союз. Мы с вами говорили о постановке знаков припинания в сложносочиненном предложении. И мы знаем, что между частями мы обязательно ставим запятую на границе двух предложений перед союзом. Но мы помним еще и то, что в одном случае в сложносочиненном предложении запятая между частями не ставится. Какой же это случай? Конечно, вы помните, что мы говорили о том, что в сложном предложении, то есть в частности в сложносочиненном предложении, может быть общий второстепенный член. И он обычно стоит в начале предложения. В роли общего второстепенного члена, как вы знаете, выступают обстоятельства места, времени, может выступать обстоятельства образа действия. А также на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что это может быть и дополнение. И если в предложении в сложносочиненном в начале есть общий второстепенный член, то запятая при сочинительном, соединительном или разделительном союзе не ставится. Обратим внимание на предложение. Нам надо указать номера предложений с общим второстепенным членом и расставить недостающие знаки припинания. Посмотрим, ребята. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали трещотки. Опять-таки мы находим основу. Караульщики бродили и трещотки трещали. Все это происходило по ночам и еще вокруг дома. Ребята, общие второстепенные члены обстоятельства, времени и места, которые можно отнести в одинаковой степени к обоим предложениям. По ночам бродили караульщики и по ночам трещали трещотки. В таком случае между частями предложения запятая не ставится. Ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. Нам нужно только указать номера, ребята, поэтому мы визуально уже можем определить, в каких предложениях есть общий второстепенный член, а в каких он относится только к одной части. Значит, мы проверяем так. Ветер леса шумят и ветер вершины гнутся. Это общий второстепенный член, поэтому мы скажем, что это предложение тоже имеет общий второстепенный член и перед союзом и запятую не поставим. Следующее предложение. Итак, мы выбираем 1 и 2. Наступила тишина и стал явственно слышен стук будильника. Обратите внимание, что в начале предложения уже нет второстепенного члена вообще. Следовательно, на границе двух предложений мы поставим запятую перед соединительным союзом и. «Скромно вошла зима в березовую рощу», здесь есть однородные члены, «улеглась» и сразу все вокруг заискрилось и побелело. Обратите внимание, слово «скромно» относится только к первому предложению, к зиме, а второе предложение уже не имеет общего второстепенного члена, поэтому на границе предложений мы поставим запятую. «Вдали шел теплоход, и оттуда доносилась тихая музыка». Обратите внимание на то, что шел теплоход, где вдали? Но во втором предложении уже есть свое обстоятельство, место, поэтому мы слово «вдали» не берем как общий второстепенный член, следовательно, на границе предложений мы поставим запятую. «В течение долгого времени дни стоят невыносимо жаркие, однако в небольшой рощице веет живительной свежестью». Обратите внимание, ребята, в начале предложения есть обстоятельства в течение долгого времени, обстоятельства времени. Но так как, ребята, в этом предложении, как мы видим, есть противительный союз «однако», то мы знаем, что несмотря ни на что перед любым противительным союзом мы ставим запятую как при однородных членах, так и в сложносочиненном предложении. Поэтому мы здесь поставим запятую и скажем, что общий второстепенный член у нас есть только в двух предложениях. В первом и во втором. И на прошлом уроке, ребята, мы с вами говорили, что в одном случае в сложносочиненных предложениях может стоять и тире. Давайте с вами вспомним, в каких же случаях ставится тире между частями сложносочиненного предложения перед союзом. Правильно, ребята. Это если вторая часть предложения содержит в себе быструю смену событий, вывод или следствие из того, о чем говорится в первом, а иногда может содержать и противопоставление. Рассмотрим с вами предложение и объясним постановку тире в этих предложениях. Надо успеть записать малейшая задержка, и мысль, блеснув, исчезнет. Обратите внимание, это во втором предложении содержится быстрая смена событий. Мысль исчезнет при малейшей задержке. Положишь палочку на воду, и она поплывет по течению. Здесь уже второе предложение содержит результат или следствие. Раз, другое прошел он по селу, и все к нему привыкли. Точно так же, как и в предыдущем предложении, здесь содержится результат. Следовательно, в этих сложносочиненных предложениях между частями мы поставим тире. Выполним с вами, ребята, задание. Как надо продолжить предложение, чтобы оно получилось сложносочиненным? Как вы видите, у нас тут начало предложения. Цветут липы. И далее варианты. И привлекают своим запахом пчел, и кругом пахнет липовым медом, распространяя вокруг удивительный запах и тесным полукругом окружающий дом. Если мы возьмем вариант цветут липы тесным полукругом окружающий дом, то у нас получится простое предложение с осложнением, осложненное согласованным определением, ребята. Если мы возьмем вариант С, распространяя вокруг удивительный запах, то получим опять-таки простое осложненное предложение, уже осложненное обстоятельством, выраженным дейпричастным оборотом. Если мы возьмем первый вариант цветут липы и привлекают своим запахом пчел, то получится, что у нас здесь грамматическая основа липы цветут и привлекают, как мы уже говорили, союз. И здесь будет связывать два однородных члена. Это предложение будет простым, опять-таки осложненным однородными членами. Но если мы выберем вариант В, то мы заметим, что липы цветут и пахнет безличное предложение. Вторая часть соединена союзом И к первому, если мы присоединим эту часть. И получится, что на границе этих предложений мы должны будем поставить запятую и сказать цветут липы и кругом пахнет липовым медом. Итак, ребята, сегодня мы с вами повторили и обобщили наши знания по сложносочиненным предложениям. Выполните параграф, обобщающий повторения по учебнику и закрепите полученные знания. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Тема сегодняшнего урока – квадратичная функция и ее график. Функция вида y равен ax² плюс bx плюс c, где а отлично от нуля, называется квадратичной функцией. Графиком квадратичной функции является парабола. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Когда у нас а больше нуля, ветви параболы обращены вверх. Когда у нас а меньше нуля, ветви параболы обращены вниз. У параболы есть ось симметрии, как вы видите, и точка пересечения оси симметрии с нашей параболой является точкой нашей вершины. Давайте с вами рассмотрим частные случаи квадратичной функции. Первый случай – график функции y равен ax², то есть это случай, когда у нас b равно нулю и c равно нулю. Путем какого преобразования мы получаем эту функцию? Мы получаем эту функцию путем растяжения от оси ух, если у нас а по модулю меньше единицы. Посмотрите, пожалуйста, у нас в этом случае получается график уже, чем график функции y равен x². Это можно заметить в случае пункта а, как видите, ax², и в случае пункта c. Если же у нас а по модулю меньше единицы, то у нас график получается путем сжатия к оси ух. То есть наш график относительно графика функции y равен x² становится шире. Это мы хорошо можем заметить в случае пункта b, как видите, y равен ax², и в случае пункта d, когда у нас y равен ax², но ветви в данном случае у нас обращены вниз. Это мы можем еще рассмотреть с вами на следующем примере. Посмотрите, пожалуйста, черного цвета – это график f от x равен x². график y равен 2x² у нас получается уже. График h от x равен 1,2x² шире. График минус 2x² тоже у нас уже, но в данном случае ветви параболы у нас, как видите, смотрят вниз. Следующий вид квадратичной функции – это y равен x² плюс n. Данный график получается смещением основного графика y равен x² по вертикали, то есть вдоль оси у на n единиц. Если n у нас больше нуля, то график смещается вверх. Если n меньше нуля, график смещается вниз. Посмотрите, пожалуйста, в данном случае на эти графики. И вершина параболы у нас уже будет в точке с координатами 0,n. x равен 0 будет являться осью симметрии. Обратите внимание на график справа. Посмотрите, пожалуйста, f от x равен x². Это наш основной график. В вершине находится в точке 0,0, две двоя обращены вверх. g от x равен x² плюс 1. Этот график мы сместили по оси у на одну единицу вверх. В данном случае вершина уже будет в точке 0,1. И h от x равен x² минус 2. Мы сместили этот график по вертикали на две единицы вниз. В данном случае вершина параболы будет в точке 0, минус 2. Следующее преобразование – это y равен x минус m в квадрате. То есть это у нас уже смещение по горизонтали на m единиц. Если у нас m больше 0, мы смещаем график вправо. Если у нас m меньше 0, мы смещаем график влево. В данном случае вершина параболы будет у нас в точке m0, а x равен f будет являться осью симметрии. Посмотрите, пожалуйста, на наши графики. y равен x², данный график зеленого цвета. Далее график функции x плюс 3, все в квадрате. У нас получается сместили влево по оси у x на три единицы. И, как видите, вершина параболы оказывается в точке с координатами минус 3, 0. И прямая x равен минус 3 будет являться в данном случае осью симметрии. Если же мы рассмотрим функцию x минус 2 в квадрате, то это означает, что график основной функции y равен x² мы сместили вправо на две единицы. То есть в данном случае вершина параболы будет в точке с координатами 2, 0. А прямая x равен 2 будет являться осью симметрии. И далее рассматриваем функцию y равен a x минус m в квадрате плюс n. Я думаю, что вы уже поняли, что в данном случае вершина параболы будет в точке с координатами m, n, и x равен m будет являться осью симметрии. Посмотрите, пожалуйста, следующий пример. y равен минус 2, x минус 3 в квадрате плюс 1. Тут вершина параболы – это точка с координатами 3, 1. И x равен 3 будет являться осью симметрии. Естественно, ветви параболы у нас будут обращены вниз, так как а у нас равен здесь минус 2. Посмотрите, пожалуйста, на графике. То есть для начала мы можем начертить основной график y равен x квадрат. После этого мы можем начертить с вами график функции y равен минус 2x квадрат. То есть этот график, ветви которой уже обращены вниз, этот график стал уже относительно графика основной функции. И далее можно сместить график на 3 единицы вправо и на 1 единицу вверх. И график синего цвета – это наш окончательный график функции. Следующее выражение – y равно а x минус p умноженное на x минус q. То есть иногда функцию квадратичную мы можем представить в таком виде тоже. То есть что такое p и q? p и q – это точки пересечения графика функции с осью ух. В данном случае тогда ось симметрии мы можем найти по формуле. m равно p плюс q, деленное на 2. Давайте рассмотрим с вами задание. y равно x плюс 1 умножен на x минус 3. Вернее, построим график данной функции. Хочу вам заметить, что для построения графика квадратичной функции важнейшими точками являются координаты вершины параболы и точки пересечения с осями координат. В данном случае а равно 1, то есть у нас а положительные, поэтому ветви параболы будут обращены вверх. Следующее мы с вами можем найти точки пересечения с осью ух. Это будут точки с координатами минус 1 0 и 3 0. Это у нас видно из записи самой функции. И если мы хотим найти точки пересечения с осью ух, то вместо х подставив 0, мы находим, что это точка с координатой 0 минус 3. Далее мы можем с вами найти ось симметрии. То есть ось симметрии, как мы отметили выше, равна минус 1 плюс 3, деленное на 2, равно 1. Это будет абсцисса вершины параболы. Для того, чтобы найти ординату вершины параболы, мы должны значение 1 подставить в данную функцию. То есть 1 плюс 1 умножаем на 1 минус 3, это равно минус 4. То есть наша парабола имеет вершину в точке с координатами 1 минус 4. Для более точного графика мы можем с вами взять еще несколько точек, симметричных относительно оси симметрии. И после этого можно строить график квадратичной функции. В данном случае получается следующий график. Посмотрите, пожалуйста, все точки, которые мы с вами нашли, мы с вами отметили. Следующее. Это мы должны уметь определять с вами пересечение параболы у краем а x минус n в квадрате плюс n с осью абсцисса. То есть эти точки, в которых значение функции равно нулю. Мы их называем нулями функции. Мы можем определить количество нулей по знаку а и по знаку n. Давайте это посмотрим на данной таблице. В первом случае, посмотрите, пожалуйста, мы можем понять, что а у нас больше нуля, n у нас меньше нуля. Соответственно, у нас две точки пересечения графика функции с осью у х. Второй случай – это когда у нас а больше нуля, а n равен нулю. Тогда у нас одна общая точка графика функции с осью у х. В третьем случае у нас а больше нуля, n тоже больше нуля. В этом случае наш график с осью у х не имеет точек пересечения. Далее рассмотрим случай, когда у нас а меньше нуля, n больше нуля. Посмотрите, пожалуйста, в данном случае тоже у нас получается две точки пересечения. Графика функции с осью у х. Следующий случай – это у нас а меньше нуля, n равен нулю. В этом случае тоже у нас одна общая точка у графика функции с осью у х. И последний случай – это, я думаю, вы легко поняли, это когда у нас а меньше нуля, n тоже меньше нуля. В этом случае у графика функции точек пересечения с осью у х нет. Давайте рассмотрим с вами задание номер 27 со страницы 61. Без построения графика функции нам нужно определить следующее. Давайте рассмотрим для первой функции. Здесь у нас а равно 5, соответственно, ветви параболы обращены вверх. Вершина параболы находится в точке с координатами 15 минус 100. Осью симметрии является прямая х равно 15, то есть х равен m, как мы сказали с вами выше. И последнее. Мы должны определить число точек пересечения с осью абсцисс. Это мы определяем по знаку а и по знаку n. В данном случае у нас а больше нуля, а n меньше нуля. Соответственно, у графика функции с осью х две точки пересечения. Для следующей функции второй у равен минус 4х квадрат плюс 14 мы определяем, что если а равно минус 4, то ветви параболы обращены вниз. Вершина параболы находится в точке с координатами 0, 14. И х равен 0 является осью симметрии. И последнее. Чтобы определить число точек пересечения с осью абсцисс, мы с вами опять определяем знак а и знак n. а у нас здесь меньше нуля, n у нас больше нуля. Соответственно, у нас будут две точки пересечения графика функции с осью х. Следующее задание – это задание номер 28 со страницы 61. Мы с вами рассмотрим только пункт 1. Значит, дана функция f от х х квадрат минус 5х минус 24. Мы сначала должны записать функцию в виде разложения квадратного трехселенного множителя, то есть в виде а х минус b умножить на х минус q. Для этого мы должны с вами решить квадратное уравнение х квадрат минус 5х минус 24, найти корни уравнения, и тогда мы можем записать данную функцию следующим образом. f от х равен х минус 8 умноженное на х плюс 3. В пункте В нам нужно определить точки пересечения с осями Ох и с осями Оу. Так, с осями Ох – это будут точки с координатами 8,0 и минус 3,0. А с осями Оу для этого мы должны вместо х подставить 0 и получаем точку с координатами 0, минус 24. Я советую вам график функции построить самостоятельно. Следующее задание – задание номер 30 со страницы 61. В данном случае мы должны с вами определить, какой функции соответствует каждый график и начертить их в тетради. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на график в случае пункта А. Я думаю, что вы легко можете определить, что это пункт 5, то есть t от х равен х квадрат плюс 2. То есть мы получили этот график из графика функции у равен х квадрат смещением графика по вертикали на 2 единицы вверх. В случае В у нас получается пункт 8. Обратите внимание, у нас у от х равен минус х минус 2 в квадрате плюс 3. То есть ветви параболы у нас обращены вниз, а координаты вершинной параболы – это 2,3. В случае С это у нас функция вторая, то есть g от х равен х плюс 2. 3 в квадрате. График данной функции мы получили смещением по горизонтали на 3 единицы влево. График основной функции верик равен х квадрат. В случае D мы получаем, что это функция под номером 1, то есть f от х равен минус 1 четвертая х квадрат. В случае E это у нас будет формула под номером 7, то есть p от х равен х плюс 1 в квадрате минус 3. То есть в данном случае ветви параболы обращены вверх, и координаты вершины параболы – это минус 1 и минус 3. В случае f это получается у нас формула под номером 6, s от х равен х квадрат минус 4. Мы получили график данной функции, мы получили из графика функции y равен х квадрат, сместив его по вертикали на 4 единицы вниз. В случае G это будет у нас функция вида v от х равно х минус 3 в квадрате. То есть график основной функции y равен х квадрат в данном случае мы сместили по горизонтали на 3 единицы вправо. И последнее у нас получается, что это функция у нас h от х равная 1 четвертая х квадрате. На этом на сегодня у нас все. Для закрепления темы я советую вам прорешать задания, соответствующие этой теме из вашего учебника. Всего вам хорошего, до свидания. Здравствуйте, дорогие ребятки. Сегодня мы продолжим с вами изучение количества теплоты. То есть величины, которая нам необходима при проведении определенных каких-то жизненных моментов или же при проведении определенных экспериментов. Вот здесь у меня на столе находятся 3 объема воды. Здесь налита вода в колбу, то есть она имеет определенный объем, где-то 30 миллилитров. Здесь у меня имеется вода где-то в объеме 130 миллилитров. И здесь у меня в стаканчике имеется вода в объеме 50 миллилитров. Ребятки, как вы думаете, для того, чтобы нагреть этот объем воды, вот 3 вида объема воды, какое количество теплоты максимальное нам понадобится для того, чтобы его нагреть? И по промежутку времени кто нагреется быстрее, какая вода, а какая вода медленнее? Вот естественно, что я зажигала горелку, мы подогревали воду, и мы увидели, что та вода, у которой объем меньше, она нагревается, закипает быстрее. Та жидкость, которая имеет больший объем, естественно, что она закипает медленнее. Так вот, ребятки, проводя огромное количество экспериментов, в свое время ученые обнаружили зависимость переданного количества теплоты веществу от трех основных параметров. И какие? Давайте перейдем к доске, и я вам дальше объясню. Так вот, количество теплоты, это было доказано экспериментальным путем, зависит первым делом, то, что мы сейчас с вами говорили, от массы, ну и, естественно, от объема. Дальше, зависит от начальной и конечной температуры. То есть, в зависимости от того, какая у меня начальная температура, и до какой температуры я должна нагреть это тело, то есть, переданное количество теплоты будет напрямую зависеть. Далее, есть еще одна величина, которая называется удельная теплоемкость вещества. Как раз тема нашего урока. Удельная теплоемкость – это постоянная для данного вещества величина, является табличной, полученная экспериментальным путем, имеет следующее обозначение С. Формулу она имеет такую. Значит, С равно Q большое разделить на M T2 минус T1. Так вот, эта самая С называется удельной теплоемкостью. Она не зависит ни от массы вещества, ни от переданного количества теплоты, ни от температуры, зависит только от внутримолекулярного строения вещества. В системе С имеет единицу 1 джоуль, деленный килограмм градус Цельсия, или же аналогично 1 джоуль, деленный на килограмм Кельвин. Что такое физический смысл С? Например, для воды С у нас равен 4200. С для воды, для H2O, равен 4200 джоуль, деленный на килограмм градус. Джоуль килограмм градус Цельсия. Что за величина? Что она мне показывает? Она показывает, что для того, чтобы нагреть 1 килограмм воды на 1 градус по Цельсия, потребуется 4200 джоулей энергии. Я не оговорилась, для воды, то есть килограмм, я сказал, не литр, а килограмма, вода – единственный химический элемент, который можно, не переводя объемы в килограммы, оставлять так же. Почему сейчас объясню? Потому что плотность воды – 1000 килограмм на кубический метр. И когда мы умножаем ее на одну тысячную, переводя из литров кубические метры, они друг друга компенсируют, и получается та же самая цифра. Поэтому мы смело говорим о воде как литры, так и килограммы. Значит, ребятки, удельная теплоемкость веществ, она занесена в таблицу. Для всех измеряемых веществ, которые нам необходимы при решении задач, имеется табличная величина, и при решении задач они нам тоже как бы предоставляются. В ваших учебниках имеется данная таблица. Так вот, чтобы определить физический смысл С, воспользуемся формулой, которую мы с вами знаем по количеству теплоты. Мы знаем, что количество теплоты передано системе прямо пропорционально произведению массы, произведению удельной теплоемкости и на разницу температур. Произведя простое математическое действие, я нахожу отсюда, вот из данной формулы С, как бы решаем с вами простейшее уравнение. С равно, естественно, количество теплоты, деленное масса, умноженное на разность температур. Иногда разность температур прямо в задаче дается, обозначается через дельта Т. Давайте решим с вами задачу такого уровня. Дается масса вещества, удельная теплоемкость которой 4200. Смотрим в таблицу и понимаем, что речь идет о воде. Надо нагреть воду. Массой 6 кг, взятая при температуре 12 градусов по Цельсию, согреть ее всего лишь до 22 градусов по Цельсию. Надо посчитать количество теплоты, что мы с вами сейчас и сделаем. Так вот, произведя математические действия, то есть следя за единицами измерений, мы с вами получили 252 тысячи джоулей, что составляет 252 килоджоулей. Значит, при решении задач мы учитываем и единицы измерения, а также основные формулы. Основная формула для количества теплоты у нас с вами вот эта. Q равно СМ дельта Т. Давайте запишем каждую формулу для каждой величины, которая входит в данную основную формулу расчета количества теплоты. Давайте произведем определенную запись для данных величин. Записываем. Значит, отсюда у меня С будет равно Q большое делить. Здесь у меня будет МТ2 минус Т1. Закрываем скобку. Дальше посмотрим, как записывается М. М равно Q делить. Здесь внизу у меня образуется С. Также Т2 минус Т1. И последняя формула для дельта Т. Значит, дельта Т также равно Q большое делить на М, умноженное на С. Так вот, ребятки, мы сейчас с вами ознакомимся с основной физической величиной, касающейся тепловых явлений, удельная теплоемкость. Ее числовое значение занесены в таблицу. Давайте обратимся к учебнику, и я вам покажу, где расположена данная таблица. У вас в учебнике на странице 45 имеется таблица 2.1. Вот это и есть таблица удельной теплоемкости различных веществ. Возглавляет таблицу химический элемент металл, называемый золотом. Его удельная теплоемкость равна 130 джоуль, деленный на килограмм, градус Цельсия. Эта цифра указывает на то, что нагреть 1 килограмм золота всего лишь на 1 градус по Цельсию надо затратить 130 джоулей энергии. Запирает данную таблицу, это вода. У воды удельная теплоемкость 4200 джоулей. То есть для того, чтобы нагреть 1 килограмм воды на 1 градус по Цельсию, потребуется такое количество теплоты. Так вот, ребятки, этот параграф 2.2 вам надо будет изучить самостоятельно. Плюс в конце данного параграфа у вас есть вот такая таблица, диаграмма. Пожалуйста, ее заполните. Здесь смысл в чем? Количество теплоты, от чего зависит, и удельная теплоемкость, от чего зависит. А также посмотрите и ответьте на вопросы в конце данного параграфа. Хотела бы пожелать вам успеха в учебе, крепкого здоровья. А для этого нам надо с вами беречь себя. Мы знаем, что у нас сейчас происходит не очень хорошая эпидемиологическая ситуация во всем мире. Поэтому, дорогие мои, мойте руки, носите маски, соблюдайте дистанцию. До свидания. Увидимся еще. Успехов вам! Сегодня мы поговорим конкретно о солнечной радиации. На прошлом уроке мы с вами определяли угол падения солнечных лучей и говорили о том, как Солнце по-разному освещает Землю в зависимости от времени года. Ребята, сегодня мы конкретно будем говорить о солнечной радиации. Солнечную радиацию мы еще называем лучистой энергией. Это вся та энергия, которая поступает к нам от Солнца. Теперь я хотела бы вам показать, как она распределяется. Я сделаю небольшую схемку, чтобы вам было понятнее. Солнце, земная поверхность. Примерно здесь у нас проходит с вами граница атмосферы. Вы помните, она находится на высоте 3000 метров. Ребята, если мы возьмем металлическую пластинку и поставим ее перпендикулярно солнечным лучам за пределами атмосферы, то на каждый квадратный сантиметр будет у нас поступать 2 килокалории в минуту на каждый квадратный сантиметр. Я сейчас запишу эту единицу измерения. Ребята, как только наша солнечная энергия доходит до атмосферы, тут же 20% отражается. Чем отражается солнечная энергия? Во-первых, ионосферой, когда она поглощает рентгеновские лучи. А второй, вы знаете, озоновым слоем, который поглощает и отражает вредные ультрафиолетовые лучи. Все остальное, солнечное сияние, у нас доходит до Земли. Здесь есть разница, ребята. Если у нас безоблачный день, как это часто бывает у нас в Баку, то все количество солнечного света доходит у нас до поверхности. Мы называем ее прямой солнечной радиацией. Но у нас бывают пасмурные дни, а может, атмосфера у нас будет засорена пыльными бурями, и тогда солнечная радиация поступает на эти пылинки, песчинки или капельки воды. А уже после этого, с этими пылинками и капельками воды, она доходит до поверхности Земли. Это рассеянная радиация. Прямая плюс рассеянная радиация дает нам суммарную. От количества суммарной солнечной радиации у нас будет зависеть то, как нагреется наша поверхность, а, соответственно, какая температура воздуха будет в той или иной части Земли. Ребята, у нас очень интересно получается. У нас в экваториальных широтах поступает 140-145 килокалорий на каждый квадратный сантиметр в течение года. В тропических широтах эта величина составляет 200-220 килокалорий на каждый квадратный сантиметр. В умеренных широтах эта величина равна 100-140 килокалорий, а в приполярных – это всего лишь 50-60 килокалорий на каждый квадратный сантиметр. Даже эти цифры говорят нам о том, почему у нас в тропических широтах, то есть в пустынях Сахара, Аравийский полуостров, такие высокие температуры воздуха, и почему в приполярных областях у нас так прохладно. Теперь вы можете задаться вопросом, а почему у нас с вами в экваториальных широтах, которые ближе к экватору, где Солнце постоянно бывает в зените, количество суммарной солнечной радиации меньше, чем в тропических широтах. Я предлагаю вам посмотреть на климатическую карту. Ребята, климатическая карта, которую мы уже не раз видели, и еще много будем на нее смотреть. Сегодня нас с вами интересует, ребята, количество осадков, которые поступают на Землю. Если мы видим, что у нас территория окрашена в желтые, оранжевые, темно-оранжевые цвета, это говорит о том, что количество осадков там маленькое, очень маленькое. Вот мы видим тропические широты, Сахара, Аравийский полуостров, Центральная Азия, практически вся Австралия, западное побережье Африки, западное побережье Южной Америки. Ребята, если у нас выпадает мало осадков, у нас преобладает прямая солнечная радиация. А раз прямая солнечная радиация, то ее, естественно, будет больше. А посмотрите в зоне экватора. У нас выпадает огромное количество осадков. Более двух-трех тысяч миллиметров. А в некоторых местах, таких как Новая Гвинея, Калимантан, предгорье Ант в экваториальных широтах, там выпадает более семи-восьми тысяч миллиметров осадков. Естественно, там будет преобладать рассеянная радиация. И общее количество суммарной радиации будет несколько меньше. Теперь, ребята, я хотела бы обратить ваше внимание еще на один фактор распространения солнечной радиации. Дело в том, что у нас количество поглощенной радиации. Что значит поглощенная радиация? Вот из суммарной радиации часть у нас поступает на нагревание поверхности. А часть солнечной радиации у нас отражается. Та, что поступила на нагревание поверхности, мы ее называем поглощенная. А вот количество поглощенной радиации у нас с вами будет зависеть от цвета поверхности. Посмотрите, пожалуйста. Ребята, вот здесь на схеме у нас показано, как какая из земных поверхностей у нас отражает солнечную радиацию. Если солнечные лучи у нас падают на лед или свежевыпавший абсолютно белый снег, у нас отразится 95% солнечной радиации. И только 5% пойдет на поглощение, то есть на нагревание поверхности. Если у нас с вами зеленый лес или луг, то у нас отразится 30% солнечной радиации, а 70% пойдет на нагревание. Земля, темная земля, невспаханная, она у нас отразит 25%, 75% пойдет на нагревание. Песок отразит 40%, 60% пойдет на нагревание. Больше всего принимает в себя солнечные радиации водная поверхность. Вода отражает всего 5% солнечной радиации, а все остальное идет на нагревание. Вода хоть и медленно нагревается, но зато она долго сохраняет тепло. Ребята, большое количество поступающей солнечной радиации это, конечно, очень хорошо для нашего сельского хозяйства. Мы выращиваем определенные культуры. Вернее, даже можно сказать, что наше сельское хозяйство распределяется по широте, то есть в зависимости от того, какое количество солнечной радиации сюда поступает. Например, одна из наших замечательных сельскохозяйственных культур хлопок. Он может расти только в условиях большого поступления солнечной радиации. На это нужно где-то 140-145 килокалорий на каждый квадратный сантиметр. Но нам надо быть осторожным с солнечной радиацией, потому что если солнца у нас много, это может вызвать тепловой удар, солнечный удар. Поэтому в зависимости от деятельности человека мы распределяем. Например, если люди работают на открытом воздухе, на строительстве, дорог, зданий, если они заняты на сборе урожая, обработке полей, то они работают по определенному графику, чтобы не оказаться на открытом солнце в самое жаркое время, когда солнечные лучи падают под наибольшим углом. Ребята, сейчас бы я хотела с вами рассмотреть задачку на солнечную радиацию. Посмотрите, пожалуйста, количество суммарной солнечной радиации, идущей от солнца, составляет 120 килокалорий на квадратный сантиметр в минуту. Из них 10 килокалорий у нас поглощается и рассеивается облаками. То есть это рассеянная радиация. 40% солнечной радиации отражается, достигая поверхность. То есть это величина альбеда. Количество отразившейся радиации называется альбеда. Определите количество поглощенной радиации. Эта задача решается очень просто. 120 – это 100%. Х – это 40%. х у нас получается 48 килокалорий. А дальше мы от суммарной радиации отнимаем 10 и 48. У нас получается 62 килокалории. Задача решена, ребята. А теперь у вас после параграфа есть тоже еще одно очень интересное задание. Работа с картой. Вам надо определить пункты, как они располагаются в порядке увеличения количества суммарной солнечной радиации. Больше всего мы знаем, у нас будет в пункте 1 – это тропические широты. Дальше у нас идет пункт 2. Это экваториальные широты. За ним следуют пункты 4 и 5. И меньше всего суммарной солнечной радиации у нас будет в пунктах 3 и 6. Ребята, я надеюсь, что сегодняшний урок вы прекрасно поняли, от чего зависит климат каждой территории. А в дальнейшем мы с вами начнем эти климаты рассматривать и обсуждать более подробно. Ваше домашнее задание – это 13-й параграф. Посмотрите его внимательно, выучите и выполните все задания после параграфа. Ребята, хочу с вами попрощаться, но на прощание сказать, мои хорошие, берегите свое здоровье, носите маски, держите дистанцию, ешьте побольше витаминов. Будьте здоровы, всего доброго! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пройдем вторую тему второго модуля – это структурированные и не структурированные данные. Но для начала давайте вспомним, что такое база данных. База данных – это совокупность определенным образом структурированной информации на какую-то тему для длительного хранения во внешней памяти компьютера. А что такое данные? Данные – это фиксированные сведения о событиях и явлениях. Какой главной характеристикой должны обладать данные для того, чтобы записать их в базу данных? Как сказали мы в определении базы данных? Здесь данные должны быть структурированными. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы, что значит структурированные данные, есть ли не структурированные данные, изменится ли вид базы данных в зависимости от того, какая информация в нее будет записана, и какие виды баз данных существуют. Итак, тема нашего урока «Структурированные и не структурированные данные». Что такое структурированные данные? Структурированные данные – это такие данные, у которых факты могут быть классифицированы по определенным характеристикам. Давайте посмотрим на примере. Рецепт, любой рецепт – это набор структурированных данных. Здесь список ингредиентов, время готовки, температура готовки, количество калорий в блюде являются характеристиками. А вот по каждой характеристике написаны факты, которые указывают на эту характеристику. А что такое не структурированные данные? По статистике, большинство существующих данных является не структурированным форматом. Это у нас сообщения по электронной почте, контракты, медицинские записи, новости в соцсетях и так далее. Но базы данных в основном в себе хранят структурированные данные. Откуда берются вот эти данные и насколько много данных приходится обрабатывать? Сегодня мы имеем дело с большим количеством данных. Большие данные – это структурированные данные большого объема. И, конечно же, эти данные берутся совсем из разных источников. И большие данные используются для принятия какого-то решения и для прогнозирования. Причиной структурирования данных является то, что это упрощает понимание основных фактов, из которых состоит вся информация, и логика взаимодействия вот этих фактов. А это нам помогает хорошо работать или уже легче воспринимать информацию. Как представлена информация в реализационных базах данных? Я уже на прошлом уроке сказала вам, что в основном базы данных бывают в табличного характера. И мы можем в одной базе данных работать с несколькими таблицами. Здесь самое главное – установить связь по какой-то общей повторяющейся характеристике между этими таблицами. И эти таблицы, между которыми есть связь, называются реализационными таблицами. На данный момент реализационные базы данных более распространенные. Их самой главной особенностью является то, что там данные хранятся в таблице. А те данные, которые хранятся, представлены в виде таблицы, с ними легче работать, конечно же. Почему база данных называется реализационной? И что значит вот это слово? Слово реализационный в переводе из английского relation переводится как отношения, зависимость, связь и так далее. И это указывает на то, что в базе данных таблицы связаны между собой. В реализационных базах данных, как и любые таблицы, эти таблицы составлены из строк и из столбцов. Но здесь столбцы называются полями, а строки называются записями. Как еще можно организовать хранение данных? Существует две классификации баз данных. По способу организации данных и по хранению. Сначала давайте разберемся по способу организации данных. Как я уже сказала, что базы данных могут быть реализационными, но они могут быть еще нереализационными. В нереализационные базы данных входят иерархические и сетевые базы данных. Если показать иерархическую модель данных, мы видим перед собой модель в виде дерева. И это дерево состоит из объектов разных уровней. Примером мы можем показать файловую систему. А сетевая модель данных, здесь данные могут быть связаны между собой произвольным образом. Я сказала, что еще есть классификация по хранению данных. А по хранению, по способу хранения данные могут быть централизованные и распределенные. Централизованные данные это те базы данных, которые хранятся в центральном компьютере, то есть в сервере. А в распределенном эта база данных хранится на множестве компьютеров. Разные части баз данных хранятся на разных компьютерах. Давайте попробуем с вами создать базу данных на языке Python. Читаю вам условия задания. В базе данных хранятся данные о спортсменах. Самостоятельно определите, какие характеристики объекта будут использованы. Пользователю необходимо заполнить базу данных. Программа спрашивает, ввести еще одного участника. И пока пользователь отвечает, да, программа запрашивает ввод характеристик одного спортсмена с клавиатуры. После ввода информации всех спортсменов программа пишет, база данных заполнена. Давайте посмотрим, какие характеристики объекта мы будем использовать. Конечно же, есть следующие характеристики объекта имя, фамилия, возраст, вид спорта, спортивный разряд, награда, тренер и так далее. Но мы сегодня будем использовать такие характеристики, как имя, фамилия, вид спорта и тренер. И вспомним, какую конструкцию мы здесь будем использовать тоже. Конструкцию мы выберем цикл с условием. Это цикл while. Здесь цикл повторяется, пока условие истинное. Смотрим блок-схему. В блок-схеме у нас сначала спрашивает, вести еще одного участника. И пока наш ответ да, мы вводим с клавиатуры имя, фамилию, вид спорта, имя тренера этого участника. И еще раз у нас спрашивает, вести еще одного участника. Как только мы напишем нет, на экран выводится, что база данных заполнена. А программа выглядит следующим образом. Answer мы с клавиатурой вводим с помощью функции input ввести еще одного участника. While пока answer да, мы вводим следующие характеристики. Как только нет, сразу же мы выходим из цикла и на экран выводится предложение. база данных заполнена. Это одна из практических работ, которые у вас на платформе. У вас на платформе еще есть тестовые задания и простые задания на тему базы данных. Я уверена, что с этим вы справитесь. Пользуйтесь электронным учебником. В учебнике есть многие ответы на те вопросы, которые у вас на платформе находятся. Желаю вам успехов, до свидания, до новых встреч. До новых встреч.